Всем привет! Сегодня я расскажу вам про свои баночки за февраль. Пустые баночки, которых у меня накопилось очень много. И вот у меня все-таки выдалось времечко, правда сейчас уже ночь, я решила записать это видео. Баночки будут посвящены февралю, хотя я хотела это сделать еще 29-го, вроде как в последний день февраля. Но уже, можно сказать, весна пришла, 1-ая марта. С наступлением весны всех, кто этого ждал и кто это отмечает. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Ну и начну я, пожалуй, вот это вот масло Ифраше. Это из серии традиции Хамама, тут 100 мл. И в принципе это масло для тела массажное, но оно мне не очень понравилось. Раньше я его пробовала и вроде как оно было все нормально, так впитывалось хорошо, кожу увлажняло. Но тут для меня оно было слишком жирным. Если, допустим, вечером после ванны я делала себе, так сказать, мазалась этим маслицем, то утром у меня кожа была все еще жирная, и мне это не нравилось. Я его просто стала спускать по чуть-чуть в роли масла увлажняющего в тазик для ножек. Вот такая вот бутылочка. Она стоит там, по-моему, еще в прошлом году стоила около 1000, она мне досталась в подарок. Одну я отправила в поменяшки, одна у меня использовалась, и вот одну я все-таки додела уже в роли масла для ног. Если вам нравится масло подобное, то в принципе оно хорошее, именно как для массажа. Ну, как вот кожу увлажняет, конечно, но жирная пленка остается. Я бы такое, наверное, не купила. Даже в подарок бы больше не приняла, но вот такое вот масло. Второй пузырек, это у меня гель для душа, маленький марсериелец, масло органы, чириный воск, масло лепестков розы. Это достался мне в подарок поменяшках от Аленки, кажется, под Новогод. Это была поменяшка, очень классный гель для душа, как пена для ванны, как гель для душа, шикарный. Совсем чуть-чуть пенится очень хорошо, пахнет чем-то таким теплым, такой аромат именно зимний. Лепестки розы там чувствуются, уже практически там ничем не пахнет, но что-то там совсем чуть-чуть осталось. Но очень хорошее, и после него не надо никакого крема для кожи или масла, или еще что-нибудь такого увлажненная кожа. И вот если увидите такой гель, я вам его советую. Я просто без понятия, сколько он вообще стоит. Так, это у меня тот самый крем для рук, который я покупала в наборе. И кто-то в комментах написал, что все израсходуется. Действительно израсходовалось. Хватило мне его где-то на месяц. Обычно мне такого крема чуть на подольше хватает. И он был более жидкий, чем и предыдущие версии лимитированных новогодних коллекций. Это, кстати, лимитированная коллекция пряной цукаты, пряной для рук, апельсин и корица, 75 мл и фроше. Сделано во Франции. Пахнет он чуть-чуть, вот до сих пор. Может попробую что-то выдавить. Хотя нет, уже ничего там нету. Но пахнет действительно апельсином с корицей, таким своеобразным пряным вкусом. Так, дальше у меня идет вот такая зубная паста. Зубная паста для всей семьи Жемчуг. Невская косметика. Но мне вообще нравятся зубные пасты Невской косметики. Обычно зубная паста. Ничего сказать не могу, хорошего или плохого. Хотя я не знаю, как отличить плохую или хорошую зубную пасту. Чистит зубы она нормально. Так, чистящая пена гель для лица, ромашка и брусника Green Mama. 50 мл. Тюбичек, он у меня закончился. Мне его хватило где-то на месяц, может чуть побольше. Хорошая пенка смывает косметику хорошо, удаляет загрязнение. В большом формате в 300 мл хватает на 4-5 месяцев. Моей подруге хватает на полгода. Иногда даже чуть больше, чем полгода. Буквально одна капелька в прямом смысле. И между рук под струей воды хорошая пена образуется. Похоже на нее, пока по качеству я поняла в Эйвен. Это есть только спа-пенка с чайным деревом, кажется, или что-то такое. Или белый чай. Но она у меня еще стоит. И когда закончится, я ее в баночках опишу. Так, тоник, который мне Аленка подарила на каких-то наших поменяшках-встречах. От Эйвен тоник до лица лепестки розы сияния. Пахло не совсем так приятно, но очень хороший тоник. У меня была маленькая бутылочка на 30 мл. Я этот тоник отсливала и брала его с собой в Калининград. В общем, он мне очень нравился. Я даже просто удаляла, так сказать, свой минимальный макияж. То бишь, помаду устойчивую, которая долго-долго-долго держится. Примерно 3-4 часа. Для меня это долго. И блески какие-нибудь термоядерные, типа эфрашевских или белорусских некоторых. Так, это у меня наконец-то закончился крем для ног. Долго я им пользовалась. Я даже не помню, когда начала Эйвеном тут пользоваться. В сентябре, по-моему, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В общем, около 5 месяцев он у меня жил. Нет, меньше, чем 5 месяцев, потому что я его покупала на баллы. Это первые мои баллы, на которые я потратила, был тогда скрабик. Вот такой смягчающий крем для ног и ступней. 75 мл. Не сказать, что он смягчает. Я эффекта никакого не заметила. Мне напрягло, что им пользоваться можно только раз в сутки. Но очки у меня сползают почему-то. Наверное, нос похудел. Ну и по консистенции он тоже какой-то непонятный был. Хорошо, что я его брала за баллы. Так бы я его, наверное, не купила. Сейчас у меня уже ничего от всего, что можно, там оттуда выдавило, кажется. Что уже ничего не вылазит. И пах он как-то химический, лимонный, непонятно таким. Вообще там якобы лимон он какой-то. Да, вот лимонен. Он везде в кремах для ног серии этой присутствует. Вейвен я посмотрела в составе. В общем, он мне не понравился. У него не холодно, не жарко было. Так, это у меня закончилось. Ну, вот кто-то там не писал в комментах, что у меня очень много гелей. На самом деле, я просто их про запас покупаю. Как вот Аленка, допустим, у нее куча помад или... Привет, Аленка. Привет еще за этот гелик. И тонечек. В общем, они у меня как-то стоят. Иногда я один открываю, иногда другой каким-то попользовалась. Надоела, по запаху другой принесла. В общем, это утро в саду. Гель для душа, зеленый чай. 200 миллилитров. У меня туалетка такая есть. Когда я покупала туалетку вместе с гелем, то что-то у меня гель не пошел. А потом он у меня вполне себе вымолился. Ну, правда, быстро закончился. Я его немножко добавляла в пену. Немножко в пену, как в тазик для ног. В основном использовала как гель для душа. По прямому назначению. Хороший гель. Вообще, вот из этой серии, в принципе, нехорошие такие гели. Они кожу не сушат. Хотя другие вот ароматизированные или как там к духам относящиеся гели. Допустим, там из Секрет Сенсус. Я помню, была роза. Она очень сушила кожу. Она плохо мылилась. Она была какая-то такая густая-густая. В общем, жуть. Но вот эти из этой серии гели, они очень хорошие. Оно сделано все еще во Франции. Так, это у меня, тут были шарики такие, масляные. Жемчужины для ванны называются. Это я покупала в Ревгошках. Да, мне тогда дали эту карту накопительную. Соленкой как раз были. Масло для принятия ванн розовая с ароматом личи и лотоса. 13 капсул по 4 грамма. Применение. Поместите в ванну 2-3 капсулы. Ну, наполните ванну водой. Но вообще написано, что сначала залезьте в ванну, а потом засуньте сюда эти шарики. Оно не успевает раствориться. Это на ванной очень-очень долго лежать. Я заметила, у меня ванна набирается за 20 минут. Ну, соответственно, потом я еще минут 15, максимум 20-25. Ну, в среднем обычно 10 лежу. И вот за 10 минут оно не успевает растворяться. А пока набирается вода, то потом вот такая маслянистая вода. Получается кожа очень мягко увлажненная. Но единственное, после ванны всегда надо принимать душ. Я принимаю его с гирем для душа, чтобы смыть это масло. И все равно кожа остается увлажненная. Очень вкусный, приятный запах. Я покупала это, кажется, по 200, ну, практически за 300 рублей. Может без пяти, может 295 было. И в следующий раз, если буду в Ревгош, то вот эти шарики куплю уже или такие же, или какие-нибудь другие попробую. В общем, они мне понравились. Я вам такие советую, если вы любите ванны с маслом. Правда, я делаю и просто чисто в ванну с маслом, и, кстати, и в тазик себе для ног пару раз кидала его. И в ванну с маслом, с солью и пеной, как обычно делаю. Ну, такие, в общем, хорошие шарики. Так, это у меня закончился. Крем для рук. Молочко, лесные ягоды. Это Дольче Милк, 50 миллилитров. Это от Аленки тоже подарок. Очень хороший крем. У меня второй раз уже там, по-моему, с абрикосом вроде был первый. В общем, он мне очень нравился. Я его немножко тоже отлила вот так отсюда. Маленькую такую баночку с собой брала. Тоже в самолет. Потому что, во-первых, можно только по 100 миллилитров каждого. Сумма и на литр. Ну, и просто тюбик не хотелось тащить. Целый большой. Косметичка у меня была маленькая. Это еще гринмамовская, прозрачная такая. Как раз для самолетов специально. Но она, правда, приняла Ислам в последний день отлета. Примерно, может, после самолета или в самом самолете. Я еще думала, что как меня пропустят, не пропустят. Там немножко не совсем закрыто до конца было. Но пропустили, все ништяк. Даже пропустили. Я тогда забыла показать. Вот с этой гильзой, которую нам дали тогда, как сувенир в подарок на форте номер 5. И половина прилетевших самолетом переживала, как же она спустят. Ну, спустили, все нормально. В общем, хороший крем, увлажняет. Ну, такого суперэффекта какого-то нет. Но кожа рук, в принципе, после него не сухая и не липкий. Он впитывается быстро. Ничего после него не скользит в руках. В общем, он мне понравился. Если я вдруг такой увижу крем, то я такой себе приобрету. И спасибо тебе, Аленка, еще раз. Это у меня закончился «Голубые овощи», «Лювежиталь». Правда, я только что сегодня закончила перевод своей манги, полноценно моей, первые все четыре главы фестиваля юных влюбленных. Поэтому я сегодня думала немножко на французском. Когда переводила, у меня путались буквы уже русский и английский. И, возможно, я даже произнесла как-то на половину французского, половину английского. В общем, коллекция «Цветочная лагуна» 200 мл. Гель для душа «Летний бриз». Такой вкусненький. Если кто-нибудь пользовал туалетку, которая из серии, как «Натюрель», такого же формата тюбик, то, ну, знает по запаху. Он такой нижный, нейтральный запах. Хорошо мылился тоже. Я даже его в пену чуть-чуть добавила, в уже остатки, когда там, не знаю, то ли вода, то ли гель осталось еще. Это у меня уже чистая баночка. Совершенно чистая. Это алиминтированная коллекция «Лето» прошлого года «Плизернатур». Лимон и базилик 400 мл. Пена и гель для душа. В общем, по запаху он мне почему-то не понравился. Может быть, зимой я не очень воспринимаю лимон, но пахло не сколько лимонов, сколько этим самым базиликом. И я его перелила, истратив где-то на одну треть. Частично как пену, все-таки как гель для душа, пену для ванн. И потом истратила половину, полилила во флакончик тоже и франшевский от жидкого мыла. Использовала как жидкое мыло, и частично истратила как пену для ножек. Как гель он хороший, но вот запах он меня просто отворачивал, этот запах. Это самый крутой мой любимый шампунчик. Шампунь от перхоти на самом деле. Можно пользоваться вообще для любого типа волос. Лесная вишня или пенник. Лечебно-оздоровительный курс от Green Mama. Был он такой ближе к прозрачному. Средняя такой консистенции между густой. Ну, в общем, довольно надолго, на полтора месяца мне хватило. Эти 400 мл он мне очень нравится. И по запаху, и по качеству. До сих пор пахнет вкусной вишенкой. И чем-то таким травяным. Но больше вишенкой. И для волос он очень хорошо. Если у вас вдруг как-то проблемы с волосами, то я вот такой шампунь советую. Вообще он глина продается еще и набором. С какой-то небольшой скидкой, где-то 15%. Но теперешней цены его можно купить как шампунь и маска репейная. По-моему, у нас 150 мл. Маска репейная жидковатая, но она тоже хорошая. Так, это у меня опять привет Аленке. Все видео на приветах. Это маска из поменяшек наших с ней. На органическом масле Макадами. Ночная активная маска для волос. Интенсивная регенерация. На самом деле я ее использовала только один раз, как ночную. Она очень жидкая и по волосам текла. После я ее стала пользоваться как бальзам после шампуня. Ну, допустим, бальзам давала, да? Или просто как маску держала чуть подольше. Но тоже после шампуня. Она очень приятно пахла. Тут была такая вот крышечка. Правда, я ее в результате потом сняла и без нее уже открывала, потому что она прилипала. Тут еще чуть-чуть осталось. Похоже, была она как такой молочный кисель. Если когда-нибудь выварили молочный кисель, то понимаете, о чем я говорю. И по запаху, по вкусу была очень хорошая. Ну, в смысле, конечно, не по вкусу. Я ее не пробовала. Но ее хотелось даже скушать. Она действительно восстанавливает структуру, купляет корни волос, придает волосам упругость, предоставляет ломкость, разглаживает волосы. Но у меня, в принципе, они никуда там не идут. Но, возможно, она все-таки их разглаживает. Придает блеск волосам, делает волосы посушными. Очень хорошая маска. Единственное, что жидкая и вообще она экономичная. Нужно было совсем чуть-чуть. Тут 250 миллилитров. Как ночная, она, возможно, ну, если совсем чуть-чуть, то она, наверное, вообще супер. Но вот за 10 минут держания волосы можно было мыть раз в сутки. Раз в два дня даже. Вот так. Обычно я раз в сутки мою. Раз в два дня. Они пышные, пушистые были. Вообще классная маска. Я вам ее советую, если вы где-нибудь увидите. Я просто без понятия, сколько она стоит. Так, еще у меня тут баночка. Это Эйвановский шампунь. Эдванс Техник. Шампунь для тонких волос. Максимальный объем 400 миллилитров. Он мне сначала подошел. Первые пять смывав были очень пышные, хорошие волосы. Но на шестом у меня получилось так, что я помыла, а к вечеру волосы были, будто я их два дня не мыла. И вроде куда я его девать не знаю. Раньше я шампунь скидывала в пену для ванн. Все-таки у меня тут кто-то из моих подписчиков, по-моему, ВКонтакте, меня просветил, что тут все-таки этих силиконов до хрена. У меня волосы уже за два года или за три. И вообще пользование и Фраше, и Гринмама как-то уже отвыкли от силиконов. Ну, в общем, я его слила в флакончик для жидкого мыла. Он у меня смежался вот с этим геликом. Я его использовала как жидкое мыло. Как жидкое мыло он очень хороший. Вообще шампунь хороший, но, видимо, мои волосы сейчас не очень воспринимают химию в чистом виде. Так, и еще вот этот вот. Раньше мне очень нравилась серия Evan Naturals. Там был шампунь, по-моему, сакура, еще с чем-то. Ну, в общем, лет-то лет даже семь или пять назад мне очень хорошо подходили эти шампуни. Потом многое из них исчезло. Сейчас уже то, что я пользовала из серии Evan Naturals, уже нет в Эйвен. Это шампунь для волос, безупречная чистота, вербенная и перечная мята. 250 мл. Он тоже примерно так же действовал, как вот этот вот. Ну, и его постигла точно такая же участь, потому что даже на четвертое помык головы, оно мне уже как-то не сильно промывало волосы. Они, конечно, скрипели, но как-то после высыхания выглядели, будто я их вообще не мыла. Зато так прикольно. Ну, и он у меня сейчас в роли жидкого мыла в ванной. Все в том же флакончике. Так, это значит у нас планета СПА, Эйвен, превосходное очищение с минералами мертвого моря, скраб для лица 75 мл. Я такие скрабы в Эйвен, я поняла, что я их не понимаю именно для лица, они очень густые для меня. Они что-то между маской и непонятно чем, кремом или чем-то таким. В общем, я 2-3 раза пользовалась ей действительно как скрабом для лица, а потом я его использовала как скраб для ног на своей пяточке. Кому эта серия нравится, конечно, она хорошая, она там что-то, наверное, очищает. То есть все, я когда все-таки ее пыталась уже смыслить, кожа действительно была гладкая, чистая, очищена. Но мне сам по себе, по консистенции он неприятен и не совсем то, что я люблю. Вот, допустим, в той же Гринмаме и Фраши эти скрабы для лица, они действительно выглядят как скрабы для лица. Вот если бы Эйвен делали скрабы для лица такой же консистенции, как скрабы для тела из серии Сенсус, то да. Так, еще у нас тут есть, но это не баночка, это просто соль для ванн каждый день, соль для ванн. Морская это из Атака, это филиала Шана. Не знаю, как сказать, плохая соль или хорошая, как вообще определить, хорошая или плохая соль. Но она была обычная белая соль, я думала, что она просто будет солью. Но тут на самом деле оказалась еще какая-то отдушка. И в результате эта белая соль, я ее скрещивала с ипесками розы и эфирным маслом розы. Ну, получился не совсем тот эффект, как я хотела. А так, соль как соль хорошая. Если у вас судороги, типа моих, ну или вообще, там устали, засунули себя в ванночку полностью с такой солью. И хорошо, через 15 минут даже можно бодрячком ходить. Так, это еще одна баночка, это очередной гель, утро в саду. Гель для душа, вишня в цвету, 200 мл. Тут у меня еще чуть-чуть осталось, я думаю, это можно будет уделать на ту же ванночку для ног. Это тоже из серии эти туалеток, очень хорошая, такой говорящий, в общем, конкретно немножко горьковатый запах цветов вишни. Очень вкусный гель. И как пена для ванны, как, кстати, пена для ванн хорошую, большую дают. С одной такого колпачка только. И как гель для душа, очень хороший. Он у меня очень долго, давно был открыт, почти, наверное, год, и он стоял, так открывался, закрывался, уходил в шкаф про запас. И вот он, наконец-то, закончился. Ну и последнее-то, тут уже ничего нету, но я показывала, по-моему, в покупках, в обменах, и поэтому могли видеть. Это у нас гель для душа, гранат весовой, из Ревгоша. Сделано в Греции. Тут уже все у меня смылось, пока я им пользовалась. Ну, очень хороший, может, ну, не то, чтобы очень хороший, это если натуральный, то, да, вот он натуральный, весь такой очень хороший. Он по мылкости очень похож на те гели, которые я пытаюсь сделать сама, и когда, не знаю, переборщила там с маслом афирным или еще с чем-то, его очень нужно было много выливать на губку, чтобы получилась хоть какая-то пена, чтобы он хоть чуть-чуть мылился. Поэтому он у меня ушел буквально за 5 применений. Я его хотела сделать как пену для ванн, но поняла, что если он мылится совсем никак, то пена для ванн там, наверное, не обошлось бы таким тюбиком. Очень дорогой даже по скидке, но зато теперь я знаю, почем нужно продавать мыло собственного изготовления, а то меня один товарищ постоянно ругает. Так, ну и стоил он, вообще он мне по скидке обошелся где-то в 300 рублей. Это, можно сказать, подарок от Аленки был на день рождения. Так, он стоил, по-моему, без скидки, без скидок вообще около 700 рублей. Без всех, вообще всех-всех скидок. Я считаю, что это, ну это очень дорого. Вряд ли я такое еще буду покупать. К тому же я поняла, что то, что я боялась, что мне выходит как-то немык и непонятно о чем, то, в принципе, это именно так и должно быть. Я про свои эти самопальные жидкие гели. Вот, по-моему, все-таки у меня все, все эти баночки закончились. А, да, вот, кстати, покажу, просто вот в этой баночке у меня этот крем как раз, Аленкин маленький. Тут еще чуть-чуть осталось. Так вот я его и везла. Ну, если вам был интересен этот обзор, то ставьте лайки, пишите комменты, даже если эти комменты будут в стиле. И до новых встреч. И да, подписывайтесь на мой канал. И спасибо за просмотр. И пока.